Вот мы с вами рассмотрели, на доске рассмотрели, да? Вот это, мы с вами говорили, ограничено, мускулюс, да? Это малерус латералис, это фасция латералис, да? Мускулюс бисепс феморис, вот она перед вами, да? Вот это семи тендинозус, семи мебронозус ограничивает, и капот латерали, капот медиали, мускулюс гастрокнемиус, вот это мускулюс гастрокнемиус, вот у нас фоса поплита. Значит, самые поверхностные расположения в этой ямке занимают нервы, я не считаю, там вены, софена, парва, вот из крупных образований, вот это нервы, занимают самые поверхностные, самые задние положения, да? Ну, где-то чуть повыше можно увидеть, как нервососхиадикус, он по-разному делится, иногда вот здесь он часто делится, а иногда и он далеко, вот тут не видно седалищного нерва, а видно уже, главное, его вете, вот этот нервос какой посредине идет? Какой этот нервос? Нервос, что боитесь говорить? Тебиалис занимает позиции медиана, вот она его, да? И вот и раме от него располагаются нервос, пиранелос, камурнис, да? Они говорят исхиадикус, я говорю, исхиадикус выше. Да, он выше, исхиадикус, сейчас я вам покажу, вот посмотрите, вот исхиадикус какой, видите? Вот он какой, он разделился, сейчас я вам покажу, он разделился, вот посмотрите, пожалуйста, нервос исхиадикус, вот он он, и разделился на нервос пиранелос, простите, нервос тебиалис и нервос пиранелос камурнис, А исхиадикус, он вот прикрывается вот этим. Вот он какой толстый. Видите, а это бифуркация, вот он перед вами. Значит, самое срединное и поверхностное положение занимает нервостебиализм, да, глубже, профунда, да, будет располагаться вот эта вена, такая вена поплитая. И самое глубокое положение, самая глубокая позиция, профунда, да, вот артерия поплита, вот она какая, подколенные артерии, вот она какая, сейчас я вам ее показываю, крупные, да, и очень близко прилежит, да, ос, ос, фэмур, да. И мы с вами говорили, да, осколок, когда фрактуру перелом, то осколок всегда уходит вот сюда и сдавливает вот эту вену, нарушая кровоснабжение голени, да. А эти вот рами, 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 да, нервитебиализм, да, нервитебиализм, да, нервитебиализм, одна из них, это веточка, рамус сура будет называться медиализм, да, а вторая веточка, вот она, отойдет от нервус пиранеус коммуниус, она будет называться как, вот это нервус сура, да, медиализм, от нервус стебиализм, а от малоберцового нерва, какая веточка, веточка, нервус сура латералисм. Ну вот, собственно говоря, мы с вами рассмотрели фосопоплита. Ясно? Теперь давайте ещё раз повернём от нас. Спасибо вам большое. Да, вот заднюю область лучше рассматривать с позиции медиальной поверхности. Медиальная поверхность, да? Фациэс медиалис. Вот это легаментум ахилли, да, вот оно перед вами, да, вот это капут гастракнемиус. Сейчас, минуточку, я вам покажу, покажу. Тут уже всё вместе, да, капут-капут гастракнемиус. Не очень-то хорошо видно. А, вот так, вот так, ничего, ничего. Посмотрите, вот это мускулис гастракнемиус, да, капут медиали, мускулис гастракнемиус капут латерали, а вот это, вот это, мускулис солиус, вот она перед вами, мускулис солиус. Да, ну, чтобы не посмотреть, нет, на меня, а то девушки плохо, плохо смотрят. Вот так, вот так вы должны сверху смотреть, да. Да, да, а мускулис плантарис ленгус я не вижу, не вижу, не вижу. Ну, ну, вы-то знаете, не хуже меня, даже лучше меня, наверное, знаете, что эта мышца, плантарис ленгус, часто отсутствует. Ну, нет ее. Да, вот на данном препарате нет. Ну, ахиллы высохожили, очень хорошо видно. Итак, значит, задняя группа мышц представлена, поверхностная группа, да, мускулис трицепсура, вот это, две мышцы, да, две мышцы трицепсура, да, да, и глубокая группа мышц, вот она перед вами, глубокая группа мышц. Первая мышца – это мускулис, ну, вот мускулис, а потом тенда, да, флексор дигиторум ленгус, вот она, мускулис флексор дигиторум ленгус, да, наружное положение, наружу, совсем наружу располагается мускулис флексор, да, халюсис ленгус, вот она какая большущая, да, а посредине между этими мышцами лежит, лежит мускулис тибиолис антериум, прямо начинается от задней поверхности мембраны энтеросия, понятно? Вот это глубокая группа мышц, а это поверхностная. группа мышц, а между ними что? А между ними что? Между ними что? Канализ, да, канализ, мы с вами говорили, что? Крура поплитый уз, канализ. Что там в этом канале проходит? Что там идёт? Что идёт? Вот это, вот это, кто-нибудь, держите-ка, дайте вашу ручку, вот так, вот-вот-вот-вот-вот. Что идёт? Вот это, вот я вам показываю, что это такое у меня. Что это такое? Артерия тибиолис, артерия, пастериор, да-да, вена, медиолис, ну-то и латеральная, и нервус тибиолис, вот она, вот. Причём очень всё правильно тут показано, потому что ещё студенты не поработали, что ваза тибиолис пастериора занимает позицию медиальную, а нервус тибиолис самый-самый туда, к малоберцовой косе, ближе расположенной. И поэтому, когда надо работать, оперировать, там, пластику делать, перевязывать ли артерии тибиолис пастериор, то через вот такого доступа не подходит. Надо вот посмотреть, какую толщину мышц рассечь, да, очень плотно, вы можете, знаете, на полградуса, вот, не точно перпендикулярно, а чуть-чуть больной ножку повернул, и пройдёте мимо сосудистого пучка, выйдете на переднюю поверхность, а сосудистый пучок вам в рану не попадётся. Поэтому, поэтому хирурги, когда надо обнажить артерию, тибиолис пастериор, то делают разрез на медиальной поверхности. Вот в эту щель попадают мышцу, когда нога согнута на живом человеке, мышца легко вот так отводится, и, пожалуйста, вы сразу выходите, да, межмышечный щель, тут никаких сосудов крупных нет, и сразу выходит на сосудистый пучок. Понятно? Ну вот, и последний вопрос, может быть, из этого, из задней области голени. Скажите, пожалуйста, ну, артерию тибиолис пастериор, какую отдаёт самую крупную вещь? Вот в этом канале, в канале скруру поплитываюсь, да, артерия тибиолис пастериор отдаёт раме, вот такую бывает толстую. Сейчас я посмотрю, видна она или нет. Вообще, больше всего обычно бывает видна вена, она толстая, притолстая. Да, не вижу я, не вижу, к сожалению. Так, сейчас, 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 нет, нет. Да, артерия пиране, вот что я хотел бы от вас услышать. Вот такое впечатление, что вот она пошла, но она не отпрепарирована по-настоящему. Это самая, артерия пиране, самая крупная вещь, артерия тибиолис пастериор. Понятно? Понятно. Ну вот, а куда дальше сосудистый пучок идёт? Куда? Артерия, вена и нервы, стибиолис пастериорос, куда направляется? Да, куда направляется дальше сосудистый нервный пучок? Я вам скажу, я вам скажу, вот это ретинакулем флексорум срезанное, вот она, вот такая, а вторая часть, да, вот это ретинакулем флексорум.